приветствую всех зрителей моего канала сейчас как я посмотрю на ютубе модно проходить на стримах вживую игру fallout 2 без смертей я решил показать билд который по моему мнению наилучшим образом подходит для такого прохождения причем для прохождения не только без смертей но и на максимальной сложности ну а также это будет сразу же как и гай правильная билда для людей которые fallout играют первый раз я попытаюсь все подробно объяснить в принципе можно будет если захотите играть примеру сейвами можно будет кое-что упростить изменить мы же пытаемся казатель здесь сделать точнее с вами вместе попытаемся билд бескомпромиссный то есть максимально удобный для прохождения именно в таком формате нужно учесть еще то что я этот билд буду давать для fallout a2 с модом ресторейшем против поэтому там очень много своих нюансов и них мы поговорим отдельно на такой тяжелой сложности нет смысла пытаться отказаться от главной дополнительной способности которые можно выбрать при рождении нашего героя именно одаренный есть тут пару гайдов на ютубе в которых пытались летсплееры доказать объяснить рассказать что хорошо играть без этого без этой дополнительной способности точнее что она не обязательно ну для обычной сложности или там не для это для бессмертей можете не обязательно а если вы играете на максимальной и хотите без смертей не стоит себе усложнять жизнь и вы думаете на себе поэтому дополнительная способность одаренный обязательно должна быть принципе можно конечно без нее но еще раз говорю вы себе только усложните прохождение все эти слова всех старик о том что и взял одаренный будет иметь более большое значение навыков и вам легче бы там прокачать и и тому подобное все это конечно правда но она не стоит поверьте мне разве что рассказывал на примере неваты ну и там рассказал что так как там идет в принципе развития такой как первым фоллауте то есть до 21 уровня герой должен быть уже полностью развит и очень много квестов которые привязаны к значению навыков то удобнее и легче а просто удобнее играть именно без дополнительной способности одаренный может быть не знаю хотя и невату проходил опять же дополнительно способность одаренный и никаких особых проблем не замечал правда я не играл без смертей ну в принципе 90 процентов людей играют сейвами поэтому я не вижу тогда смысла отказываться от это дополнительной способности ну так как мы играем бескомпромиссно то конечно же мы вторым второй дополнительной способности одно миниатюрный для того чтобы получить это несчастное плюс одно очко ловкость конечно будет тяжело с перевозкой грузов но дело в том что мы играем снайпером снайпер много веса переносить не должен в отличие пулеметчика или там огнеметчика других билдов это я может и другие дуды покажу хотя они для прохождения бессмертей похуже ну когда разорвешься полностью то конечно же можно играть в принципе вы видели я проходил пулеметчиком ковбоя но все-таки пожестче ими играть особенно с модами строящим против на максимальной сложности снайпер как по мне самый удобный бил для такого прохождения ну что ж теперь будем раскидывать очки а мы еще есть вот одна хитрость никто об этом не говорит но честно вам скажу если вы не хотите брать миниатюрный и вам нужно взять какую-то дополнительную дополнительную способность обычно часто вижу что вообще не дурят никакую потому что смысла с нее в принципе нет ну можно взять сексапильность просто для интереса хотя нам часто прям по моему в двух квестах пишет женой бишопа где-то еще и все то есть сильно она не поменяет диалоги только поменялись поменяется вас в разговоре женщины с противоположным полом берут там порчен еще что-то правда не со снайпером но здесь есть очень интересный очень интересная дополнительная особенность которую я бы взял если вы не хотите брать миниатюрный это камикадо хотя хотя как раз именно для снайпер она не столь важно так как у него будет восприятие по максимуму от восприятия зависит реакция от реакции зависит кто первый ходит ну естественно если снайпер восприятие 9 10 9 не знаю а 10 то сто процентов ваш первый ход но и с этим первым ходом есть там еще одна хитрость если нажимать клавишу а вызов вручную автобоя можно получить как бы еще один ход а используя скрытность как можно вообще полностью подготовиться к бою кто смотрел мое прохождение пулеметчиком то знает о чем я говорю так вот но пулеметчиком и сейчас если бы я мог пересоздать свой персонаж я бы взял камикадо дело в том что взял это дополнительно особенность мы получаем сразу плюс 5 реакции если вы взяли пулеметчика или кого там рукопашника я не знаю того и у вас конечно реакция упала первый ход не за вами это очень неудобно вот взял камикадзе вы получаете плюс 5 реакции следите реакция 6 это это броня реакция 12 реакция 17 апрель вот заберу камикадзе и сделала восприятие 10 максимально возможно кстати он плавался восприять обычно до 9 десятку я не встречал ведь реакция 23 максимально то есть мы можем восприятие понизить взять камикадзе и получить восприятие причем можем запить и уровень и получить реакцию все равно на хорошем уровне я собрал посмотрите здесь нелинейная зависимость то есть с восприятием 7 она будет такая же реакция как при восприятии 10 но все равно минус от потери класса брони минус 10 он ни о чем вы даже можете о нем не переживать если играть на легкой сложности то вы не заметите разницы враги не настолько метки а если вы играете на максимальной сложности то не настолько метки что для них это минус 10 тихие меткости совершенно не играет роль они будут по вам попадать поэтому минуса вам ничем не мешают а плюс очень ощутим но это если вы хотите просто не брать миниатюрные и не учиться с переноской грузов меру играя пулеметчик пока что мы делаем бескомпромиссный и поэтому все выжимаем весь максимум чтобы нас герой был как можно более силен выживание силу меньше пяти ставить нельзя да я знаю что если вы хотите прокачать максимум параметра можно поставить силу 4 получить один от модуля получить 1 гейн статистик и получить еще плюс 4 от брони и будете видеть здесь но поверьте мне ради во-первых тратить гейн статистик это слишком жирно имеется ввиду тратить перк для того чтобы взять повысить статистику а в данном случае повысить силу а во вторых играть 80 процентов игры силой 4 когда почти любое двуручное оружие требует силу 5 получать штраф от меткости совершенно незачем это делать вы усложняете себе игру она и так будет сложно и опасно поэтому меньше силы чем 5 брать не стоит тем более при игре без смертей не будет никаких этих хитрых дурацких забегов на вару или сан-франциско потому что вы просто не добежите одна встреча сильным врагом и вы мертвы так и вот из-за чего мне нравится игра без смертей здесь никакие эти неприятные читерские приемы не помогает вам придется играть и идти почти по той же траектории по тому же пути как это вы задумывая создательной игры просто слабого города более сильным следующим по силе и так по сан-франциско можно конечно срезать пропустить нкр сразу сан-франциско рвануть но это уже будет после середины поэтому сил опять никак иначе дальше ловкость 10 тоже не и других вариантов да я знаю что здесь появился азос здесь есть у вас возможность пойти на взрос взять там уколов какой-то жидкостью и получить плюс один локт но опять же пока вы доберетесь до азоса мучить себя не имея этого плюс одного хода вы не стоит хотя можно потому что вы играете с найпрома у вас в любом случае с дуручным оружием не будет двух выстрелов метких потому что спорта ходов не хватит потом со скорострельности будет хватать живчиком будет хватать единственно вы сможете с магнумом дело два прицельных выстрелов так как у него на один ход меньше требуется на выстрел но даже ради магнума стоит сразу ловкость выставить здесь но опять же если хотите можете рискнуть и ловкость на 1 книзе дальше привлекательность так как мы играем ну я вот играл пулеметчиком и мне пришлось немного сделать в неиде мне пришлось задрать ему привлекательность и задрать ему никого еще там нет по моему из этого я понизил восприятие то есть привлекательность пришлось поднять для того чтобы выполнить буквально три-четыре задания даже не квеста задания не даже журнал не пишут но так как я пытался играть идеально выполнить все возможные квесты я пошел на такую жертву вам же нет смысла играть идеально вы просто должны пройти игру на максимальной сложности представим без смертей поэтому привлекательность сразу можно ниже но нет смысла просто хватает и такого понижения плюс у вас все равно при привлекательности 2 вы сможете взять хоть одного себе соратника поверьте он вам нужен не для того чтобы он вас спасал бою вообще только обузой будет а для того чтобы просто был осликом и носил за вами груз особенно на фоне того что вы взяли дополнительную способность миниатюрный и сами будете много носить мало конечно когда ленте силовую броню все исправится до нее надо дожить выносливо тоже нет смысла ее брать вообще надо быть 4 если хотите выжать максимум жизни на при этом выбрать минимальную выносливость но так как это снайпер он не будет рукопашки не будет ближнем бою в основном плюс мы будем прокачивать с помощью дополнительных двух перков фонтан жизни или источник жизни зависит от перевода и вы из них получите намного больше жизни чем с этих несчастных двух очков выносливости по моему два очка выносливости добавить всего лишь по одной жизни то есть если у вас выносливость здесь будет плюс 5 жизни приходить где-то здесь пишет и по-моему нет не видно но мы тогда будем уже получать увидим поэтому выносливости 2 вам совершенно хватит хотя вначале придется конечно поберегтесь и при том сильно восприять восприятие оставим здесь почему 10 сейчас расскажу дело в том что модели старейшим против появилась на базе азос конопля канабис лугарус и если в жизни она ничего не дает кроме хорошего или плохого настроения и если долго ее используйте понижение интеллекта то здесь все намного лучше она дает минус 2 восприятия при этом 2 плюс 2 а из мы и плюс 1 удачи ну харизму лишь бы мы ее берем хотя есть есть возможно как после коноприста есть возможность выполнять маленькие задания на которых вас каризм не хватало то есть вас получится призму 4 очки от мэйсона 5 вы еще примите наркотики и у вас там граничное значение харизм это 7 в этих поста где она нужна ведь не очень много даже очень мало интеллект с интеллектом опять же есть у нас модуль поэтому интеллект вам нужен 9 принципе есть еще одна хитрость но я никогда не делал крепение не хватает а кстати я стараюсь не использовать перков на взять статистику так как пусть характеристику взять силу взять вынослить на плюс один и тому подобное почему дело в том что у нас и так будет куда эти перки тратить и вряд ли кто-то захочет играть и прокачиваться специально пустоши бегать до 40 50 уровня чтобы взять и нужные перки еще и за перки повысить основные характеристики поэтому мы стараемся не тратить перки на повышение статистику но есть одна хитрость если вы придете полным дауном интеллектом один по моему нужно прийти привратнику хаболога в сан-франциске по франциску он может с вас жару как это пожалеть у нас и дать вам плюс один интеллект я знаю об этой возможности но никогда я ее не проверну плюс поэтому я не уверен работать это сто процентов или там какой-то триггер так например как зато сканирование 50 на 50 в любом случае так как мы играем без а как это сделать выберете делаете себе интеллект 8 принимаете наркотики у вас идет отходняк интеллект падать моментом моментом интеллект падать по моему у вас до 6 нет там метров по моему минус 2 интеллекта минус 4 упадет даже до пяти вот и потом вы принимаете еще два психа и возникнет единичка подходите вот таким полным дауном и и шанс получить плюс один интеллект но опять же говорю это на любителя сейчас мы стараемся делать наиболее комфортную игру при этом чтобы она была наиболее безопасной таки в таком тяжелом формате прохождений и осталось на 4 очка вот эти 4 очка выкидаем удачу подождите откуда у меня еще лишнее очко удачу его не нужно так и непривлекательность опять же так как есть марихуана опять же смотрел я чужие гайды просто мне было интересно кто как и продумывает и там были рассказы о том что после перка снайпер вам удача я так тоже в это верю может это было как и в оригинальном полом я не знаю не про и проверял в моде ресторажем против это не работает как только вы получаете перк снайпер все остальные механики по расчету критического урона не считают как здесь сделано если вы стреляете метки быстро в глаз у вас по моему на 60 процента меньше меткость на 60 процентов больше из-за этого шанс критического урона то есть чем больше вы теряете меткости тем больше получаете критическому роль и все рассуждают что вот у вас уже есть 60 на слове там еще параметры отнимаются прибавляется если взять удачу 56 то снайпер прибавит еще 60 у вас будет 100 процентов опять же не знаю я не проверял может в оригинальном пологе это и так в моде смотрели страшно прочих это совершенно не так если вы возьмете удачу себе там 6 вот и вы будете иметь 60 процентов шанса кутического это я проверял ставил себе удачу 6 и стрелял из 10 выстрелов так и было три выстрела вы не получали критический урон и наоборот если у вас удача 10 вас критический урон постоянно каждый весь ну так как играет достаточно тяжело на максимально слонится врагу больше жизни наверное брони больше попадая хуже они лучше опять же кто смотрел мое прохождение знает о чем я говорю поэтому удача 10 вам обязательно попросили как я показывал опять же прохождение мотива стоит есть очень много перков заданий которые связаны именно с удачей 10 не лишайте себя удовольствия мало того что герой будет сильнее из-за этого стопроцентно критовать как вы еще и выполните задание которое обычно вы не выполняли я в этом деле потому что мало кто ставит удачу 10 почему это по царе почему удачи 9 да не 8 амини 7 потому что еще раз в моем прохождении я рискнул в принципе и получил надо это сканировать удачу плюс 2 но я попросил проставить извинения если бы это не вышло у меня в таком случае я просто бы загрузился я не умер я бы загрузился а если играть по-настоящему без загрузок никакого это сканирование у вас не будет я не думаю что кто-то захочет прийти рискнуть шансами 50 на 50 получить плюс 2 удачи и получить даже минус 2 удачи то можно поэтому мы не будем надеяться на такие вещи вещи зависит зависящие от случая и вот когда вы примите марихуану у вас начало делиться минус один восприятие через семь дней еще минус один поэтому будет минус 2 восприятие плюс 2 аризма и плюс 1 удачи вот и получи свою удачу 10 кстати это уже просто для красоты делу принципе можно и без марихуаны обойтись просто взять плюс одну удачу с перка у нас будет один перк который можно использовать для этого не сказал бы лишний но имеется ввиду перк который уже нет 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 для него вот опер который обязательно нужен для снайпера но еще раз вы просто для красоты вы понимаете что вы тратить 2 2 очка характеристики а получаете взамен 3 то есть у вас плюс 1 плюс 1 что характеристики есть мысль этим воспользоваться более страну марихуана легко ее можно получить на напомню в азосе даже не на первом этаже а просто на поверхность вы дойдете в сарае возьмете сразу я принято азос можно найти же на где-то на уровне нюрина это были до нюрина встретите там путешественника узнаете не просто зайдете туда заберете марихуану примите и все стоит нормально поэтому я бы ее использовал вариант прокачки если вам это не нужно еще раз говорю просто не используйте вот вот так мы раскидали очки дадим ему имя дадим имя снайпер я воспользуюсь интересная такой программа редактирования сейвов буду давать себе опыт для того чтобы показать как это именно должно все происходить кстати здесь мудрый старейший прочих добавил еще один нюанс дело в том что в обычном пола уйти на 90 процентов и уверен может все-таки ошибаюсь перки не сохранялись больше трех уровней то есть если появлялся следующий перк предыдущий перк забывался здесь же перки можно копить поэтому здесь опять же механика изменяется к примеру для получения перка источник жизни который очень важно взять надо и очень много жизни то есть если вы его возьмете два этих перка и прокачаетесь тут а кстати мы должны про я считаю что мы можем прокачаться до 33 уровня билд будет завершена при третьем уровне для этого придется конечно немного побегать в пустоши побить монстров ради опыта но не так долго как если пытаться там уже 40 50 и дальше дело в том что на 33 уровне вам нужно 528 тысяч опыта уже следующий уровень нужно еще больше в районе чтобы не соврать около 100 тысяч каждый следующий уровень больше 120-130 и дальше я не думаю что стоит за таким количеством опыта уничтожать только живность поэтому будем считать что развивается до 33 уровня теперь нам нужно выбрать имение ну никаких хитростей не прям легкое оружие как ни крути особенно с этим модом гаусс ружье а еще лучше гаусс пистолет кстати если бы я был уверен что я получил камеру гаусс пистолет очень быстро или хотя бы пистолет 223 калибра я бы вам советовал вообще взять однорукий вы получили вы плюс 20 меткости процентов это кажется что мало но дело в том что прокачал до 100 считается что вас там 120 ну что-то вроде это проще 20 процентов экономики но так как опять же больше половины игры вы будете мучить и мучиться играя ближним бою магнумом а в дальнем бою самое лучшее оружие это охотничье ружье со снайперским прицелом нее очень большой бонус за восприятие то есть за каждое очко восприятие уже не помню сколько там если если оружие точно это 8 если там еще какой-то 9 а там по моему 12 и 14 очков меткость это одно единственное оружие не такой бонус охотничье ружье со снайперским прицелом вот поэтому все же мы идем без дополнительной способности 1 ну и принципе незачем себя ограничить все же все же хотя голос пистолет под джетом и с двумя живчиками будет иметь там на 1 на 1 или на 2 точных выстроена больше чем гаусс ружье на дело в том что урон гаусс ружья умноженное на 4 а именно настолько умножается урон из стрельб глаз будет намного больше чем у гаусс пистолета играя колбоем пулеметчиком вы можете посмотреть у меня нет ничего лучше гаусс пистолет это можно сделать 7-8 выстрелов заход под джетом и двумя перками живчик плюс одно очко у снайпера все-таки наверное будет сильнее чем пистолет потом нам взять нужно красноречие во-первых конечно же хочется выполнять все квесты и полном объем во вторых чем вы их более полно выполняете тем больше обычного опыта получаете поэтому красноречие обязательно плюс красноречие очень поможет пройти камера на это ваш соплеменник который вас будет испытывать на выходе из храма судьбы так как мы играем без смертей подраться с ним нежелательно особенно с выносливостью 2 плюс я не буду прокачивать ему рукопашку и холодное оружие своему персонажу поэтому лучше всего с ним договориться если у вас на красноречие оттагнутый то его можно уговорить это зависит не от процентов вашего красноречия хотя может от них тоже а просто хватает того что он у вас основной поэтому обязательно взять и 2 натуралист хотелось бы взять взлом но взлом на выживаемость не влияет ничего первых городах интересно вы по словам не найдете а потом вы его прокачаете вернете заберете или найдете динамит или найдете по фау и все эти двери вам повторяться а вот выжить пустоши намного более важно чем помогает вам этот билд для выживания пустоши во первых при восприятии 10 вы будете появляться на максимальном расстоянии от врага чем меньше восприятие тем больше при случайных встречах тем ближе при случайных встречах враг вам во вторых восприятие дает вам первый ход ну и натуралист дает возможность вообще отказаться случайной встречи хотя здесь можно поспорить можно посмотреть сколько на два процента да вот можно взять скрытность тоже хорошая вещь и наверное даже скрытность я вам все-таки посоветую лучше дело в том что с натуралист у вас минимале то городе дэн по моему там тракеры и крысы если не ошибаюсь если вас минимальные назначение пролиста вам привратник которому вы сдаете квест за зачистку крыс повысить этот навык по моему на плюс 10 до плюс 20 я уже не помню на прочь сильно повысит есть книги в принципе можно рискнуть так плюс скрытность 35 процентов дает вам шанс использовать трюка которыми говорит при переходе из города в город если на вас нападают вы нажимаете еще на карте начинаете нажимать часто клавишу букву а и когда начинается бой у вас вы включаете будет соперник вас видит можно закрыть боевой закроет враги вас не увидели независимость ваша крыта после этого включаете скрытность пытаетесь отбежать там не знаю принять наркотики полечиться только не стрелять потому что в таком случае бы начнется автоматически и вот вы когда отбежали вы выключаете бой опять же вручную и опять же пытаетесь выключить и и благодаря скрытности и вашей реакции скорее всего вас заметит из всей толпы врагов один враг то есть не будут вас стрелять все один будет вас преследовать или стреляет ну то выстроить нет такое дело попал не выпал у вас получается ход когда вы можете таковать кого хотите плюс следующий ход для всех остальных противников которые не включились битву опять же ваш потому что у вас выше реакция если вы замечали если у вас выше реакция и не вы дали врагу атаковать себя первым то следующий ход опять ваш не знаю как объяснить более понятно но если вы будете играть вы это заметить вот вот такой у нас персонаж кстати в начале в деревне когда вы будете получать очки опыта я бы вам советовал их и давать именно вскрытность ну хотя бы два уровня дело в том что легкого оружия страны нету барвы и даже с 55 процентами с таким восприятием упор вы будете попадать на 95 процентов поэтому покачайте скрытность хотя бы до 50 на на дальше уже у вас не будет никаких проблем помощью скрытности в во время случайных встреч не избегать хитрить и избегать это так всех членов это вражеской банды ну чтож продолжаем не смотрим и никакого видео забегаю я сразу храм судьбы и сейчас мне придется сохраниться для того чтобы с помощью редактора сейвов кинуть всем не нужны вещи а мне нужно пару вещей 1 я кину тебе огнестрельное оружие просто показать вам после того как я получил опыт как мы будем стрелять кину себе таблетки бафау для того чтобы показать как не имея нужную выносливость и силу помощью таблеток бафау то поднимаем эти параметры и получаем перки которые без без этих наркотиков выпал выбрать не сможем то есть это не проблема особенно в моде ресторажных прочих где вы можете вообще придержать их в любое время он просто нужно ждать я не уверен что пламать и есть это на таблетках да не точно вы их найдете если нет вам просто приход придется выйти из города пропустить время вернуться назад и у торговцев со второго третьего раза появится бафау после этого получить нужные вам перки ну и второй нюанс мы будем получать при интеллекте 9 по 18 . опыта к сожалению вы видите тут двухразрядное таблить табло для очков опыта поэтому я не могу получить сразу 33 уровня я потеряю очки навыков не смогу раскачать параметры поэтому мне придется кидать по 5 уровней опыта чтобы получить по 5 уровней это будет 558 40 по 90 очков из-за этого затянется конечно прокачка ну и с помощью по редактора стою я сейчас буду себе кидать опыт все кажется всеми рассказал ладно еще раз сохранюсь и и иду допускаю редактор стою для вас будет пауза так как я сверну пола теперь нам нужно загрузиться от редактированного сейва показываю вам я себе поставил 10000 опыта это как раз количество опыта нужного на пятый уровень единственно здесь интересная механика в игре она как бы мешает 4 это вряд ли это делали специально потому что иначе бы сейвы пример зашифровали а так они спокойно редактировать дело в том что это уровень получил но работает он только после того как я получил настоящий опыт после того как вот а не не убил именно получил настоящий опыт не отредактированы цели а настоящий после этого будет считаться что он у меня есть вот сейчас не придется убить какого-то муравья что-то получить эту вы именно поэтому я зашел храм судьбы а как нет нужны муравьи будут причем они мне нужны будут раз два три 4 5 6 7 8 муравьев убить чтобы получить этот уровень то есть каждые пять уровня я буду муравьев убивать и еще плюс два уровня чтобы получить правильно перки но вы увидите я забегаю вперед хочется все рассказать чтобы не забыть а вот я вам показывает момент вот у меня реакция намного больше чем муравьев поэтому я их могу атаковать два раза паря повторить у меня атаковал первый и второй код опять мой жалко чтобы муравья нам не бросилась ну и посмотрите какая плохая меткость если ее не прокачивать и на максимальном уровне служит во врагов очень трудно попасть жалораненый и не хочет умирать так первым уровень есть принципе второго муравья уже можно было не звать но к сожалению от него стать точнее он от меня не хочет от стать в этом 3 лупы ведь я не рискую не бью два раза заход как вы помните мы выносливость поставили очень маленько настолько 24 жизни вот есть уровень ведь он появился только после того как я был убил муравья получил так его можно получать используя умение доктор или первая медицинская помощь получить ранение лечиться и таким же образом вызывать получение опыта к сожалению опять же я эти параметры не прокачивал навыки у меня не было просто на них очков поэтому пользоваться не буду нужно будет очень много попыток чтобы он подействовал так есть одна проблема я забыл очки опыта я добавил а вот бафаут я себе не добавил поэтому сейчас мы принципе не можем выбрать нужный нам перк поэтому давайте я не буду вот видеть кстати почему-то предъявите интеллекта 72 очка опыта то есть можно не по 5 а по 6 уровней даже кидать ну да ладно я не хочу пересматривать границы опыта то есть на пятом на 10 язык выписал а на двенадцатом восемнадцатом я не выписывал поэтому не будем этого делать опять же я сохранилась так и на всякий случай сохранюсь еще дополнительный сейф дело в том что если редактор сейфов открыт то вы можете сохраниться но в момент захождения него он вернется параметр таким как они были если это произойдет я всегда смогу откатиться так долго я искал где там можно найти бафаут чтобы вставить в инвентарь поэтому конечно нам пришлось немного подождать вот я его сразу и приму а подождите перед тем как его принимать нужно раскидать очки дело в том что если я приму бафаут вырастут характеристики и из-за этого навыки меньшее количество может скинуть их до пределов 100 очков то есть больше потратить не буду объяснять подробно в чем дело но поверьте на слов мой принципе не наверно за первые пять уровней все очки и ну вот в меткой благодаря тому что навык легкого оружия на основной посмотрите как мы быстро прокачали метка 141 кстати вам больше не нужно не не 150 там и все остальное не нужно вам хватит особенно если у вас охотничьи ружье со снайдовским прицелом там уже дальше под конец игры если у вас будут лишние очки навыка кидайте куда хотите готова и принимаем а давайте посмотрим чем проблема дело в том чтобы получить а первый первый эр который хочу взять эта стена здесь часто берут осторожность вот наблюдательность и тому подобное это все бессмысленно то что вы увидите боев очках жизни сколько жизнью врага вам совершенно не нужно вы спокойно можете ведь тяжело ранен ранен и тому подобное какое у него оружие тоже не нужно поиграл фоллаут по звуку прекрасно определяет какими руками видом оружия стреляет враг да и вообще какая разница по оружию вы ничем не бы ничем не изменит его поведение а вы прекрасно будете видеть меня пистолет или ручьё по его скину поэтому я не вижу смысла брать рапер да если вы играете первый раз вам это облегчает там еще есть по моему пир который все очень любят понимание до подсветка диалога не это так не про это проще спирт который вам подсвечивает фразы диалога которые не разуздят вашего оппонента опять же какой смысл говорите сюда вежливо не задавайте непонятные вопросы и все будет нормально ну а если вы играли в игру несколько раз то вообще по памяти вы помните приплик примерно что вам нужно делать так вот сейчас перка стена нет а почему я хочу стену дело в том что выносливость у меня по минимуму а стена в два раза понижает шанс у вас собьют но это очень важно во первых вам будет легче выиграть на ринге как сан-франциско так и дни урина во вторых если вас попадут вас меньше шансов собьют с ног вы будете терять ходы вы смешите меньше сможете отбежать а для снайпера главное расстояние быстрые ноги и меткий глаз все больше ничего не нужно но если вы еще скрытность вы прокачаете вообще бы красавица если вы с охотничьим ружьем или снайперским ружьем отбегаете примеры как я говорил от врага подальше со скрытностью вас враг не видит а вы его видит вы наносите выстрел если враг умирает одного выстрела за один ход то остальные враги вас так и не увидят века хищник просто стоит и уничтожаете всех щелкать как орешки но правда для это просто прокачать так теперь мы принимаем бафау вот мы его приняли и у нас теперь сила увеличилась на 2 дело в том чтобы получить стену нужно туба силы было 6 она у нас 5 поэтому мы не могли выбрать этого перка смотрим где он вот каменная стена у вас намного меньше шансов что вас собьют с ног во время боя вот это первый пер который я беру дальше для снайпера как я говорил важны и быстрые ноги вот кстати как работает в моде ресторейшн project возможность откладывать перки вот я нажим видели я выбрал перки 2 вроде бы так нет но я опять захожу кстати подсказал мне пользователь андрей который следил за моим прохождением или хефирус ах забыл извините то я будем благодарен они немного подсказали по игре а ну да второго перка у меня нет вообще дело в том что я же кидай по 5 уровней а он появится на 6 не проблем сохраняемся и опять кидаем себе очки опыта для десятого нам нужно 45 тысяч так да не ошибся поставил 45 тысяч и ищем муравьишку или скорпиона кто попадет вот желательно муравья одного на себя согреть нам не нужно два вот получил вот этим подбегает его ход 1 после этого мы получаем два хода подряд то есть я подбегаем ударю раз не отбегаю опять получаю второй ход так как у меня реакция выше этим мы постоянно будем пользоваться конечно а хотя почему нет можно взять опять же с помощью редактора сэйва ставить марихуану единственная проблема я не помню где она там находится посмотрим под конец прокачки буду ли это делать я не помню в каком подразделе находится чтобы ставить себе элементарь никак не могу убить этого несчастного муравья но опять же у меня стоит сложность по максимуму именно из-за этого мы часто мажем но еще и добавок из-за того что я не прокачивал совершенно холодную кстати я тоже немного усложнить игру так как нам придется все же порой а справиться без огнестрельного хотя есть два учителя воруя которые нам поднимут холодное оружие и рукопашку так что это не страшно помучаетесь но пройдите пройдете и с тем параметром который есть дальше мы берем бонус движения причем два раза на этом уровне нет нет ничего интересного никакого перка кроме этого берем бонус движения 1 а вот 90 кстати 90 очков пошло почему тогда было 70 а потому что первые не считаете я получил так 2 2 3 4 5 всего 4 уровня понятно легко оружие нам уже не нужно вот в таком порядке как вы играете следующего конечно я бы прокачивал скрытно в игре будет немного не так вам придется скрытность и красноречия качать по очереди для того чтобы не упустить даже скорее вам придется красноречия первым качать это это уже вы сами выясните я настолько точно что не помню так и теперь думаем что нам еще может а ну натуралист обязательно качаем для того чтобы вообще можно было отказаться встреч на карте в этом очень помогут счет книги не кстати есть начиная с плана так пламать и уже есть такая книга по моему так вот видите я нажал еще раз нашел буквы c в характеристики и у меня есть возможно в моде рестораж и против выбрать еще один перк прекрасно вот два бонуса движения дальше нам придется не 5 уровней взять а до 12 уровня прокачать героя дело в том что 12 уровне у вас появляется возможность взять источник жизни если я делаю на 5 уровней то я потеряю от 12 до 15 3 уровня получения жизни источник жизни дает вам плюс 2 дополнительной жизни так или плюс 4 но часто вижу буду дать опять же все не помню все сейчас проверим так вот если я потеряю я уже бил не будет создан идентичным тому который вы получили бы не используя редактор целью а именно играя так как должно быть получая по одному уровню подряд поэтому мне придется двенадцатом уровне взять джипчика потом качнуться до 15 взять опять джипчика и после этого можно опять прокачивать по 5 уровней будет все точно так же как если бы я играл по-настоящему охранили опять же проходит сохраняю на резервный на 12 уровне нам нужно 66 тысяч очков до 66 тысяч очков опять ищем муравья благодаря бонусу движения я побегаю ему не трачу очки на атаку и кстати благодаря этим же бонусом можно атаковать два раза и вас хватит очков отбежать прекрасно вот он 12 уровень и нам нужно источник жизни опять же источник жизни вы можете получить только если у вас выносливость 4 для стены нужно было сила 6 для первых источник жизни на 24 поэтому вы его сможете получить уже только тогда когда найдете бафау напомню бафау не помнили из пламоти а в день и точно вы можете получить а плюс 4 за вы получаете вот посмотрите начиная с этого момента я получаю плюс четыре очка 2 при том что за восприятие выносливость за выносливость я получаю намного больше то есть прокачка жизни с помощью первых источник жизни намного более выгодно чем пытаться выносливость ставите 6 8 10 выброс точных жизни и теперь прокачивать до 15 уровня я буду получать на 13 14 на 15 по плюс 4 жизни все уже выиграть 12 жизни за три уровня вот как жизни стало много опять сохраняюсь опять на 2 сайва на всякий случай потому что если мы эту цепочку прервем будет очень тяжело не исправить точнее придется вообще сначала делать так и я делаю себе 15 15 уровень для этого нам нужно 105 тысяч очков опыта загружаем ся исправленного сайва смотрим до 105 тысяч опыта и ищем следующего врага готова следующий уровень и берем опять источник а я я растратил при 12 уровне все свои очки наверно нет в принципе это уже неважно основные параметры я прокачал дальше уже потерял так потерял у вас такой проблемы не будет если будет играть честно в игре получать уровни подряд поэтому ты потеряла там немного где-то в районе 20 очков вот видите после 101 очка уже за . навыка я теряю два дополнительных очка опыта полученных за опыт точнее так вот мы прокачали основные параметры которые вам нужны для выживания это снайпер это в бою чтобы все вас не атаковали или вообще покинуть бой это чтобы вы вы выкачали максимальное количество опыта за квесты а натуралист чтобы от случайных встреч можно было отказаться вообще он конечно не помогает вам сто процентов но уменьшает вообще не неприятные случайные встречи а иногда дает возможность вам выбрать может вы хотите встретиться теми врагами или друзьями и торговцами которые вас украши остановят так дальше вам обязательно понадобится на народ доктор ну и взлом скорее всего даже взлом надо прокачивать 1 доктор очень удобен для прокачки на начальных уровнях постоянно себе лечить и будете получать халявный опыт по 50 очков опыта это очень неплохо но взломом в любом случае нужно чтобы взламывать двери особенно в будущем это середины игры это будет очень важно что я вам рассказал вряд ли здесь смотрят новички ну хотя бы такой пример как кислотных пещерах после того как вы возьмете в ближайшие электронная отмечка это не урина элджеру подвале там у торговца сидит и вот у него можно взять эту отмечку 5 пойти кислотные пещеры когда придут роботом разобраться и с большим параметром взломом электронной отмечкой можно добраться до до военного склада где очень много патронов и лежит базар правда именно нам он совершенно не нужен потому что у нас снайпер так и второй источник жизни перки кстати здесь не бесконечно я когда-то играл в детстве и мне всегда казалось что любой перк можно играть много раз не так не правда у каждого перка есть какое-то ограничение примеру источник жизни можно взять два там непробиваемость 10 сопротивление уровня физическую три раза у каждого свое количество количество перка можно взять когда перка свое количество возможность взять этот перк запутано как это получается но надеюсь у меня поняли все вот мы переломные моменты прошли дальше мы кидаем по 5 уровней для этого нам нужно с 12 по по а подождите это уже 15 получил до 15 значит до 20 190 тысяч сохраняется до 190 тысяч жизней и бежим ищем следующего врага который поможет мне нам этот уровень получить посмотрите как хорошо подходить с помощью этих очков бонус движения благодаря им же мы будем отбегать и стрелять вначале с помощью пистолета магнума можно разобрать почти любого врага по силе просто выделать один или два выстрела смотря как далеко ходит этот враг и отбегаете на все свои очки так как-то я слишком сильно отбежал дадим ему возможность подойти поближе ну и принципе мне уже не страшно его атака мне уже жизни много поэтому можно вообще не отступать но не хочется терять жизни чтобы вы увидели какое количество будет на третьем уровне так получили уровень и у нас ага следующий перк будет очень хороший бонус скорострельность то есть на выстрел мы тратим на одно очко меньше для снайпера это основной перк кроме самого перка снайпер и улучшен критически берем вот опять у нас 90 очков посмотрите кстати очков хватает на все нет смысла как я говорю отказываться талантливый поэтому одаренный ради того чтобы были выше очки навыков изначально хотя конечно в начале игры некоторые вещи придется петерки меня есть задание некоторых это пропускать там двери пропускать нужно не будет хватать очков но вы всегда можете вернуться так что мы решили ага следующий взлом потом прокачаем доктор кстати доктор тоже завязан на очень много заданий и квестов поэтому обязательно это прокачать всякие хитрые задания антиджет вшившие подкожной брони всякие хитрые прививки в убежище номер восемь опять же кто смотрел на прохождение все это я показал так теперь можем качать доктор смотрим у нас 20 следующий уровень 25 300 тысяч очков опыта от каааа а а а а а проверяем до 300000 опыта и здесь есть где-то еще один скорпион кстати пора уже какое-то оружие дать чтобы показать что действительно крит урон будет у нас постоянно после того конечно как мы возьмем научный критический ой кирк снайпер менять и вот теперь да кстати кстати вот сейчас у нас есть возможность взять одно повышение характеристики и если бы я принял марихуану сумме был бы минус до восприятия плюс одно восприятие мы в будущем получили от модуля то сделали операцию а плюс одну чтобы вернуть восприятие 10 мы мы бы взяли вот добавить добавить а где восприятие не вижу а у нас на 10 поэтому нет взяли бы при прибавить восприятие я не хочу все-таки вижу вижу время время потратил я много еще немного можно будет потратить поэтому я не хочу себе ставить эту марихуану искать тем более что мне придется в таком случае и модуль использовать чтобы 5 5 10 получить поэтому я в этот раз возьму другой перк который могу вам посоветовать если вы не будете играть с марихуаной взять для снайпера это будет а я не смогу его взять я хотел сказать про анатомию анатомия завязана на навык доктора но я его еще по моему не прокачал давайте посмотрим она нет на букву а да а зато есть уже лучный критический в таком случае мы сможем взять анатомию позже да берем улучшенный критический он прибавляет 20 процентов не к урону здесь неправильно написан опять же своем прохождении это все рассказал на самом деле при критическом попадании кидается бросок кости от одного до 100 и зависимости от того сколько вы выкинули будет эффект сопровождающий критическое попадание то есть убивание с ног перелом руки мгновенная смерть кстати мгновенной смерти можете получить только благодаря перку лучный критический то есть для мгновенной смерти вам нужно чтобы вы выкинули выше 100 просто 100 до 120 это можно сделать только взял лучный то есть это все равно что к вашему случайному числу которые вы выкидываете прибавляется 20 очков вот эти вот красивые смерти когда разрывает врага и там подобное это все можно получить дополнительных неспособности а дополнительные эффекты от критического попадания поэтому снайпер обязан иметь перк лучный критический берем так и прокачаем доктор чтобы взять анатомию раз я не показываю вам что после принятия марихуаны нам нужно восприятие восстановить назад но опять же нет смысла я не покажу полностью дело в том что модулей конечно же я там себе не в шуме в шею и это все не сделаю операцию сам себе использование модули а сан-франциской убежать и конечно не буду поэтому поверьте мне на слово так осталось еще пять очков что мы уже будем прокачивать давайте подумаем ну можно конечно энергооружие все таки хочется пострелять и пусть на винтовки с турбоплазменной винтовки и тому подобное все остальное принципе качается книжками неплохо наука ремонт кражу я бы вам не советовал вы знаете почему независимости от вашего значения кражи всегда присутствует пять процентов что враг заметит заметит вашу попытку и тогда на вас нападет самое плохое что фоллауте нападает не тот один единственный человек который вы пытались обокрасть а все в городе поэтому кража если пользоваться будут лишние очки прокачать то только в пустоши но с другой стороны пустоши можно всех любить зачем их обрадовать а если надеяться в начале игры к нет смысла опять же тот же риск они на вас нападут а вы еще слабо вас убьют поэтому кражу при я же ясно прохождение кражи вообще не пользуюсь если вы хотите играть без метки вот такие вот нюансы поэтому наверно да будем прокачивать энергооружие но кстати вам придется прокачать и без оружия немножко для того чтобы не быть совсем слабым на ринге в нюрина это уже вы решите себе так и вот мы теперь сможем взять перк или он называется здесь иначе или здесь не по алфавиту ладно возьмем пока снайпер тоже главный перк для снайпера он так и одноименный после того как вы взяли снайпер давайте покажу может играет кто-то кто не знает вот сейчас у нас шанс накрыть 9 процентов если округлить путь будешь это каждый один выстрел 10 и точнее 10 из 100 просто чем выше число тем тем более точно будет соответствовать если взять там 100000 выстрелов то будет почти идеально 9 процентов из него попадение так вот каждый десятый выстрел у вас критически как только вы берете перк снайпер а кстати крик у нас получается один за одно очко удач как только игроки перк снайпер за одно очко удача идет 10 процентов на шанс крита и вот если у нас удача 9 то мы получаем шанс накрыть 90 а кстати вот что я сделал раз я марихуану не использую я возьму перк взять повышение удачи и таком случае мы вот этот вариант проговорил не хотите марихуану не берите можно просто взять сразу же повышение удачи такие сделал вот добавить удачи готова удачи 10 вот видите без снайпера стала удачи 10 возьму снайпер будет удача сто процентов каждый выстрел будет критически так у нас 25 уровень берем 30 и потом еще 333 это конец развития билда и принципе это реально достижим уровне без того чтобы всю пустошь вынести всех врагов и прокачаться сохраняем это также во первых будет нужно во вторых повышается шанс что вас случайно убьют просто на максимальной сложности одна очередь из пулемета и если проходит полом крит вы мертвы конечно если вас помощь источника жизни силовой брони там уже есть шанс очень маленький что вас убит только из мини-гана уже пулеметом это не просто не хватит жизни не пулеметом а узи так и кем-то других не жизни они парит урона также гибкий урон не вынесет ваших на 200 чем-то жизнь опять кто хочет это увидеть смотрите мое прохождение так ставим себе тридцатый уровень для этого нам надо 435 очков 435 тысяч очков опыта да сейчас получим тридцатый уровень надо будет уже дать перк снайпер кстати перк снайпер вообще каждый перк может появиться если вы имеете нужно для него уже для снайпера это 24 уровень до двадцать четвертого уровня вас не будет никаким образом сто процентов критический урон он критическое попадает будет 60 это будет для глаз ну и плюс хотела несчастные 9 или 10 удачи ой не нужно не точный бросок не нужен так и наконец-то мы берем снайпер конечно я сделал немного неправильно снайпер нужно было брать уже на том двадцать четвертом уровне когда мы взяли удачу но вы сделаете вправе последовать просто более правильно для первым снайпер потом лучной критики потому что взял снайпер вы получаете каждый вытрую критически а лучный критики просто усилить ваш урон не столь он сразу вы почувствуете разницу после перка снайпер вы почувствуете что вы действительно снайпер так и сейчас нам нужно еще сделать тридцать третий уровень а мы сейчас можем один перк поставить исходя из тридцатого уровня сейчас так и пора нам выбирать перк по-моему здесь называется живчик по-английски action бой где он где он где-то где-то должно быть же неужто у меня чего-то на него не хватает ладно сейчас по картинке поищу они читают перевод вот он а здесь подвижный парень на букву п понятно зависит перевода и 1с если фаргус еще какой-то так берем подвижный парень все все перки до его 30 до 33 уровень мы получаем последний перк их всего можно два раза взять подвижный парень у нас будет по умолчанию 12 ходов заход джек еще два хода заход плюс можно съесть печенье еще один ход и можно съесть камень который так говорящая голова еще в итоге у вас будет 12 до 14 до 16 вот этих 16 очков опыта можно менять входа можно придержать на последний бой с корида вы будете поверьте мне не удержим так подождите давайте 35 уровень я сделал и кстати можно себе поставить огнестрельное оружие чтобы вы увидели что будет каждый выстрел критически ну в принципе кто играл тот знает опять же это все для новичков я думаю если вы сделаете билд по этим правилам играть вам будет легко и просто и вполне возможно появятся новые адепты и фанаты игры fallout 1 и 2 3 я не люблю 4 ненавижу какой там сделали забыл как он называется создатели fallout принципе играть можно но все равно мне не нравится что он 3d напоминает шутер но уже там намного лучше конечно с квестами вот вылетела в голове как он называется 8000 очков копыта смотрим до 528 тысяч очков а подождите подождите кулан забыла тебя поставить огнестрельное оружие нет все таки сделать мне есть запасной цель в крайних случаях так что все будет хорошо так возьмем себе они принять возьмем себе я думаю пистолета пулемета нам хватит и специально возьму патроны бронебойный чтобы урон был меньше не было коэффициента увеличения урона проверяем так патроны я переборщил я написал в редакторе целых 40 они видно идут обоймами поэтому вышло 900 ну ладно главное что она хватает сил от ответственности так где здесь каррион прячется ага вот два карриона внизу и сейчас вы увидите что каждый выстрел будет критически причем метки выставить и берет 5 мы можем сделать два метких выстрела было бы это гаусс пистолет мы могли бы стрелять метким выстрелом за четыре хода вы можете посчитать что с гаусс пистолетом даже без наркотиков 12 уходами может три прицельных выстрела но еще раз говорю если вы играете ковбоем пулеметчиком там госпиталет в любом случае лучше голос винтовки здесь же мне кажется голос винтовки два выстрела глаз урон нанесут больше чем три выстрела из пистолета хотя опять же есть нюанс если будет проскакивать эффект при путинском попадание мгновенная смерть то конечно лучше убить трех партийником чем но это достаточно маленький шанс на всего лишь одна пятая на гнаменной смерть плюс некоторые враги вообще не подвержены гнаменной смерти примеру и тот же самый кубе смерть ну хоть будет вы посмотрите получил критическое ранение в голову а вторых как он меня видит да да опять раз выстрелили опять будет критическое ранение вот что значит снайпер с удачей 10 ну кстати видели с меткостью немного есть проблемы но опять же не стоит вам выше 141 поднимать если у вас будут гаусс пистолет у него встроенного меня точно если у вас снайперская винтовка там тоже есть бонус если вас охотничая винтовка снайперский прицел а вообще огромнейший бог то есть можно так же самое если взять турбоплазменную винтовку мне тоже встроенный встроенные свойства оружия метки выстрел можно принципе даже не прокачивать хотя так легкое уже основное умение вы спокойно можете прокачать до 180 не сильно тратить очки так и надо не забыть что у нас уже это подвижный парень вот последний возможный перк ну даже для интереса я все-таки кину сейчас увидим сколько можно прокачать честно нам еще поможет прокачка легкого оружия книги вы помните а я забыл энергия уже это неважно все вот мы завершили бил полностью до конца посмотрите вот 284 жизни благодаря оказывает и благодаря перка источник жизни где они сейчас найдем источник жизни у вас плюс 4 хода который может только бегать подвижный парень у вас стопроцентный критический урон у вас 20 процентов шансов что вы убьете врага вне зависимости от урона с первого выстрела вы стреляете из оружия на один ход быстрее тратите на выстроен один ход меньше удачу мы взяли чтобы был стопроцентный крик и каменная стена в два раза меньше шансов что вас собьют с ног и вы потеряете ходы или вообще будете нокауте пропускать ходы вот такой вот по мне идеальный бил плюс если я получу прибавку характеристки за четыре модуля то и оденеть свою броню сила будет 10 восприятия 10 выносливость не меняется кстати сейчас мне повышенные параметры так как не прошло действие бафаут привлекательных будет без марихуаны так и останется 3 смарифуаны будет 5 очками 6 интеллект будет 10 ловко 10 удачи 10 вот и все все что хотел рассказать я рассказал если вам понравится ставьте лайки комментируйте подписывайтесь ну и если действительно понравится попросить я вам покажу другие возможности развития персонажа принципе здесь не так и много как я говорю хотя у меня немного по-настоящему разных здесь немного есть снайпер колбой пулеметчик одинаково прокачивается огнеметчик холодным оружием и рукопашкой но если вы хотите играть без смертей забудьте про холодное оружие рукопашку потому что вам придется прибегать вплотную у вас враги уничтожить на тяжелом умной сложности у вас может встретить до 7 анклавов поверьте это очень жестко пока вы будете пытаться даже с этим супер силовым кулаком кастетом или капотом называется подбегать в упор и бить глаз одного удара вас разорвут на куски конечно вы можете примать психа и тому подобное но опять же один крик а у врагов он плаваться те же голод пистолеты и пусть не пистолет а вы просто пистолета бронебойный эффект то есть вам психа вообще не поможет пять раз поделит ваше сопротивление поэтому по-настоящему без смертей можно играть только пулеметчиком ковбоем теперь ковбоем это не тот же бил и снайпера ну что ж спасибо всем посмотрел мое прохождение я с вами прощаюсь всего вам хорошего пока